Мы 4-й А-класс Сюмсювской средней школы, села Сюмси, хотим рассказать вам про маршала Георгия Жукова. Написал эту книгу воскобойников, жизнь замечательных детей. Маленький Константин, отец будущего полководца Георгия Жукова, жил в Калужской губернии, в деревне Стрелковки. Георгий воспитывала его приемная мать Аннушка, потому что его нашли завернутым в тряпье и записку «Сына моего заведи Константина». С 1896 года родился мальчик, его назвали Георгием. Георгий 5 лет не только убирал потом, но и корой приносил пойло и кур кормил. Георгий не пропустил урока ни разу. Георгию было интересно все. И что за земля такая Африка, и какие в ней водятся звери, и кто такой Александр Македонский, и где воевали Суаровск-Кутузовы. Все три класса церковно-переподской школы Георгий закончил на отлично. Георгий хотел читать, читал газеты, книги, просил учебники по математике, русскому языку и истории у хозяйского сына. Вечерами стал ходить на образовательные курсы. Однажды он услышал разговор учителей. Башковитый парень, этот Жуков, схватывает на мету, ему бы дальше учиться. Большим человеком мог стать. Уточился, сделался молодым мастером. После окончания школы Георгий отправился в Москву. Георгий долго привыкал к новой жизни. Он стеснялся своих залатанных штанов. Ничего, может, начну новую жизнь и исправлю себе одежду. Думал Георгий. Георгия поднимали в 6 часов утра. Он готовил рабочее место для мастеров. Потом убирал в квартире хозяев. Чистил их одежду и обувь. Чистил самовар, если не было других поручений. Отправлялся к мастеру и сшил мех. И как ему хотелось сбежать в свою родную деревню. Проснуться в своем доме, но он терпел. Поехал домой повидать с родными. Одношу шел по улице и услышал пожар. Избы вынес двух маленьких детишек. Ой, и отважный шутер человек. Изумлянили соседи. Две жизни спас. Закончил из детства. Георгий стал шутным мастером. В конце 1915 года Георгия Жукова призвали в армию. В армии стал лучшим в своей команде. И его отправили учиться на младшего офицера. Георгий Жуков немало повоевал на фронте. Из-за храбрости, умелости в боях его наградили двумя георгийскими крестами. Гражданскую войну Георгий Жуков закончил командиром кавалерского полка. Ему тогда было 26 лет. Когда началась Великая Отечественная война, маршал Жуков руководил самым важным сражением. Под руководством Жукова наши войска отогнали фашистов. Сталинградская битва висела за Курской дуге. Без него не было бы победы. В мае 1945 года гитлерские генералы предоставили перед маршалом Жукова и объявили, что сдаются на милость победителя. Георгия Жукова называют маршалом победой.